Леонардо Иванович наконец-то принял решение поехать на природу. Ехать придется по горам и всяким делам, поэтому если сейчас телефон разобьется, треснет, не обращайте внимания. Мы живем в горах, это славный областной центр Закарпаття. Тут не то, что горы, тут такие кратеры, лужи бывают, что иногда порой можно даже остаться не то, что без очков, без колес. Ну вы сейчас сами видите телефон, видите, это не руки у меня дрожат, это перепады, как это называется, уровень моря, когда музыка может, ну ладно. Вот видите колею, я вам сейчас чуть-чуть увеличу. Вот в этой колеи даже трактор не проедет, но в данный момент времени Леонардо Иванович едет на том BMW, который он уже себе, ну правильно вы догадались, все, мы уже остановились. Пауза. Поэтому на этом автомобиле мы можем не только пролететь, проехать, у нас даже есть возможность преодолеть любые трудности. Вообще на подводной лодке можно, кстати деревья цветут, это по всей видимости вишня. Вишня, вот, одним словом у вас уникальная возможность прикоснуться к девственной природе, где все натуральное. Кстати клубника будет на следующей неделе, не верите? Ждите, будет. Так, сейчас будет крутой спуск, одеваем лыжи, опускаемся на тормозах, на тормозах, аккуратно, аккуратно. Василий Васильевич за рулем, очень талантливый водитель, который, ой, 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 что-то звенит. Это у меня очки, дворники дают дисбаланс, деформацию. Одним словом, поверьте мне, в этой жизни, особенно в той стране, в которой мы находимся, все очень сложно и покрыто вазелином. Я хотел сказать, сгущенным молоком. Вот вы видите снег сейчас, да, видите снег, вот, собака галкала, она даже умудрилась кусать машину. Ну, пускай кусает, вон там поехал какой-то лыжник, фуфлыжник. Ну, неважно, едем тихо, вот еще один поехал. Причем, обратите внимание, без сигнала, правая сторона занята. Так, лица не снимать, проехали, левый поворотник, первый, первый, а второй, проехали, перестраиваемся на центральную линию. Наши дороги не только не ремонтируют, это дачный участок, поэтому здесь все естественно, десно. Одним словом, практически как в сказке. Баба-яга на курьих ножках. Да. У вас есть отдохнуть 3 секунды от меня, пока я подумаю, что сказать более новое. Кстати, по такой дороге очень хорошо молоко возить. Пока вы доедете до дому, молоко превратится в сметану. Не верите? Попробуйте, проверьте. Левая, правая сторона свободна. В советское время водители бросали в молоковоз бочонок с молоком деревянный и на работу он доезжал с маслом. Потому что этот бочонок, который в канистре плавал, превращался в масло в результате диффузии и концентрации вибрационных эффектов. Так, наконец-то мы обогнали одного велосипедиста. Цыгана, Романа. Романа, да. У нас Романы, Романовичи, чаривни, люди. Вообще. Правая сторона. Нет, спокойной ночи это не вам, а... Правый поворотник, канал. Там плавают раки, омары, кальмары. И даже дельфины вместе с китами. Ну, вместе с тем дерьмом, извиняюсь, который в нашем Карапецком канале не только плавает, а еще и всплывает. Вообще, у меня такое чувство, что в этом городе очень серьезно не относятся. Это кони были. Да. Вот, вот, в прошлый раз три коня ходили по улице. Просто так. Вот представьте себе. Кони гуляют без намордников. Без марлевых повязок. Как вы считаете, конь это определенным образом, это как бы и гал-гал, собака. Неужели конь должен ходить без клейма на шее и все остальное? На всякий случай, тем, кто понимает, улица Великогерна, город Мукачево, Закарпатская область. С левой стороны будет мойка. Там, где происходили те события, кто смотрит, поймет, о чем я не говорил. Засекреченная информация, запароленная. 6 минут 47 секунд. С левой стороны находится желтый бар. В желтом баре всегда происходят какие-то проблемы. Они там не происходят, они там регулярно наблюдаются. Это мойка. Мойка хорошая, но какая уже есть. 7 минут 11 секунд. А спереди находится садик, в который Леонардо Йонович не только ездил на коляске справа свободно, а даже возвращался своим ходом. Ностальгия. На втором этаже я смотрел за воронами, которые не летели в теплые страны. Сейчас все наоборот. У меня нету возможности. И у всех у нас жителей Украины, которые до 65 лет, не только не могут, им даже не разрешают покинуть эту прекрасную страну. Те, кто меня понимает, поддержите лайками, комментариями и даже подпишитесь на канал 1Л, Леонардо Йонович, 1Л600. Кому не нравится, может написать отрицательный отзыв. Он тоже принимается. Переезд. Мы уже остановились, вы заметили? Правая сторона свободна. Алла Борисовна создает нам звуковой эффект Пугачева. Левая сторона. А, кстати, спереди находится интересное заведение. Там находятся самые умные люди. Называется Дом Неврологически Престарелых Людей. В простонародье дурдом. У меня по этому поводу есть дополнительный материал. Ссылки будут снизу. 9 минут. Удивительно, что переезд не закрытый. У нас обычно всегда переезд здесь закрывается. Вначале с одной стороны, потом с другой стороны. И поезда ездят в разные стороны. Причем иногда паровозы ездят без вагонов. Не верите? Ну, ладно, это же будет дополнительный материал. Левая сторона, перестройка. Кстати, на всякий случай хочу вам сообщить, уважаемые зрители, что Леонардо Йонович всегда пристегивает ремень безопасности. Знаете для чего? Если остановит полиция, чтобы не обосраться. Ремень безопасности вообще-то нужен за пределами города. В городской части ремень безопасности теоретически не нужен. Ну, какая разница? Ведь суть-то не в этом. Суть в том, что мы едем домой. Курорторг бывший. Тут уже курей не было 99 лет. Ну и забор, соответственно. Историческая память. Переезжаем в маленький промежуток. Та машина, которая находится спереди, это правительственное сопровождение Леонардо Йоновича. Он всегда ездит под прикрытием. Он не может просто так преодолевать пространство. У него охрана и секьюрити. Сейчас остановится наша подводная лодка. И мы будем готовиться к следующему рабочему дню. Спасибо за внимание. 11 минут.